Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал Hater, там ты найдешь различные прохождения по абсолютно разным играм. Каждый найдет для себя что посмотреть. God of War, GTA San Andreas, Cuphead, Mass Effect, Tomb Raider и многие другие игры ждут тебя на канале. Заходи, смотри и подписывайся, ссылочка как всегда в описании. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса, FIFA 22. Огромное спасибо ребята вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Сегодня вас ждет то наверное что ждут многие в чемпионате Испании, это ребята El Clasico, Барселона против Мадридского Реала. Это третий матч этой серии, но перед началом нам нужно сыграть с Вильяриалом и еще там с кем-то у нас должна быть игра. Нужно ребята побеждать, мы пока идем на первом месте, но как мы видим отставание у Мадридского Реала всего лишь в одно очко. У Севильи 2, 3-ка Мадрид 3 и довольно плотная борьба идет в чемпионате. По статистике ребята забитых голов у Джеймса Дэвиса уже 18 мячей забито в чемпионате. Ну и по голевым передачам мы приподнялись на пятое место. Здесь конечно мы разделяем это место со многими ребятами, у нас 3 голевые передачи в 9 играх, ну а лидируют пока что Дзангела и Бернарду Силова. Не забывайте, ребята, подписываться на канал, не забывайте прожимать колокольчик, залетайте также в телегу, ссылочка на нее есть в закрепленном комментарии, канал Натрова. Там у нас периодически бывают стримы и давайте тогда отправляться на игру. Это выездная встреча против Велериала, один из первых таких серьезных соперников, которые нам достаются в этом сезоне. Ну и я видел, что в Велериале сейчас присутствуют ребята Асенсио, но как мы видим он по всей видимости на замене. В общем вот такие вот стартовые составы. У нас есть у команды небольшая усталость, но думаю сил хватит и погнали. Команды в ходе нашей карьеры меняют свои составы, они меняются весьма серьезно и появляются многие игроки, которых в жизни может быть никто никогда бы не подумал увидеть в том или ином клубе. Но ребята, это игра, здесь бывает все что угодно, бывают такие футболисты как Джеймс Дэвис, который бьет рекорды во всех чемпионатах, где бы не выступал. Джеймс Дэвис, рядом есть Дзаньола, пошла передача на него Дембеле, Дэвис, подсунули конечно мяч Дэвису, но неплохо разыгрываем Дзаньола. Удар по воротам и спасает галкипер Велериала. Вот и первый подход нашей команды уже на восьмой минуте. У нас шестнадцатая минута Велериал пока нащупывает моменты на нашей половине поля, переводят мяч с фланга на фланг. И вот сейчас пошла передача в центр, это Кабрал. Успели его встретить, но мяч все равно остается у хозяев. Теперь с правого фланга пошла подача и Терштеген. Здорово играет на выходе. С Дембеле отыграли стенку. А вот здесь хотел я резко остановиться и выдать пас на Фати, но соперник успел прочитать этот эпизод. Мяч снова отнял, снова Кабрал, снова несется он к нашим воротам. И снова, ребята, делает неточную передачу. Джеймс Дэвис, сбили его в центре. И желтая карточка капитану Велериала. Джеймс Дэвис. Дзаньола. Хороший момент. И снова тащит галкипер. Я говорю, что этот парень с хорошим ударом. Еще одна подача в штрафную. Придерживаем футболиста Велериала. Ну и аут в пользу нашей команды. На Бернарду Силву делал передачу, но тот не добрался в итоге к мячу. А вот здесь опасно. Джеймс Дэвис поддавливает Бернарду Силва. И офсайда не было. Привезли сейчас момент футболисты Велериала к своим воротам. За Ньола. Джеймс Дэвис. Красиво разыграно. И Бернарду Силва все-таки забивает. 34-я минута. Джеймс Дэвис поучаствовал в этой атаке. Ну и посмотрите, какую красивую передачу Дембеле выдал на Силву. И тот прострелил в ближний угол. Второй гол. Бернарду Силвы. 35-я минута. Мы выходим вперед, ребята. И давайте продолжать. 42-я минута. Опасная атака Велериала. Выходит Терштегин. И ребята пропускает. И вскрикнули трибуны от радости. Потому что хозяева сравнивают счет за пару минут до конца первого тайма. Это Кабрал. Здесь есть вопросы к Терштеге. Но он как-то уж очень яростно побежал на мяч, оставив ворота. Видимо, думал, что успеет. Успеет накрыть. А здесь в итоге он не успел просто вернуться. Начинается второй тайм. Вторые 45 минут. Пока что ничья 1-1. Ну и вот как раз, как я и говорил, мы встретились с первой командой, которая может доставить нам проблем. В этой серии мы играем с Мадридским Реалом. Еще в следующий, по-моему, там будет Атлетик Мадрид. В общем, начинаются, ребята, серьезные матчи для нашей команды. И вот как раз здесь будет ясно, на что же мы способны. Пока Велериал неплохо атакует. Еще один удар поворотом. И здесь уже Терштеген спасает. Пас на Джеймса Дэвиса. Дальше играем на Дембеле. Дембеле с мячом. Дэвис. Смещается сейчас к центру. Пас на Фати. Удар Фати. И тащит вратарь уже Велериала. Он сегодня тоже не для красоты. Джеймс Дэвис. Видим мы забегание сейчас Ансу Фати. Он несется изо всех сил к воротам соперника Фати. Нужно помочь. Ему тяжело. Дэвис. А вот отсюда можно крутить в дальний. А Дэвис не попадает. Джеймс Дэвис. Отлично. Ну же. Сохраняем мяч в поле. Дэвис. Заньола. Ну и здесь уже заигрались футболисты нашей команды. Нужно было, мне кажется, порезче пробивать. У нас 77-я минута. Заработали футболисты Велериала штрафной. Быстренько его разыгрывают в центре поля. Нам нужно попытаться довести все-таки дело до взятия ворот. Ну а пока Велериал идет в атаку. Еще один удар. И Терштеген снова в игре. Заньола. Классная передача на Дэвиса. Дэвис. Удар по воротам. И слабенько, слабенько Дэвис здесь пробил. Раздосадован, конечно, что не получилось. Забить. У нас есть еще пять минут. Джеймс Дэвис. Берет игру на себя Дэвис. Заскакивает в штрафную. Удар в дальний. Дэвис забивает, ребята. Здесь он выждал. Небольшой момент. И все-таки поразил ворота. Ну вот мы пытались сегодня навешивать. А здесь просто выждали паузу. И мне кажется, голкипер немного не углядел за мячом. Удар-то был не очень сильный. Но он летел из-за защитников. И даже дотянулся вратать до мяча. Но тот юркнул в дальний угол. Это девятнадцатый гол в десяти играх у Джеймса Дэвиса. Он все-таки забивает. И буквально за пару минут до конца он выводит Барселону вперед. Бернарду Силва. Вот и его удар по воротам. Джеймс Дэвис. Передача в центр. Фати. И заняло с ноги. Просто сняли мяч. В итоге 2-1, ребята. Закончилось основное время и добавленное этой встречи. Мы вырываем три очка в непростом матче с Вильяреалом. И теперь давай смотреть, что будет дальше. А дальше, ребята, игра против Раев Аликана. Мы по-прежнему лидируем. На одну очку опережаем Реал на два. Севилью на три. Атлетико Мадрид. Все осталось без изменений. Так что сейчас нужно также продолжать выигрывать. И уже с мадридским Реалом пытаться оторваться немножко хотя бы от их преследования. Давайте смотреть. Вот так вот выглядят стартовые составы. У нас команда восстановилась. А вот у соперника есть небольшая усталость. Поехали. По прогнозам экспертов, прогнозирует Джеймсу Дэвису 50 забитых голов в сезоне. Ну, посмотрим. Пока что у нас 19. Это 11-й тур, ребята. Нужно попробовать забить сейчас свой 20-й гол. Так сказать, разменять второй десяток голов в чемпионате Испании. Ну и вот как раз уже с мадридским Реалом будет видно то, на что способен Джеймс Дэвис в составе Барселоны. Понятное дело, что забивать командам аутсайдера можно и по 6 голов. Но вот когда ты встречаешься с командами, лидирующими в турнирной таблице, и показываешь хорошую игру. Вот это как раз и есть твой профессиональный уровень. Часто по ходу нашей карьеры Джеймс Дэвис в каких-то важных матчах иногда растворялся. Иногда не получалось у него показать себя, показать все, на что он способен. Поэтому Джеймс Дэвис должен показать себя с мадридским Реалом. Дембеле, передача в центр Бернадо Силва. Все время мне хочется его Бруно Фернандешем назвать. Здесь уже пытались найти Фати на фланге. Рай Валикана в атаке, удар в дальний. Терштеген потащил, нужно возвращаться на ворота. Снова Рай Валикана в атаке, и ребята 1-0. Вот так вот и аутсайдеры умеют забивать. Это 17-я минута, красивый выстрел с подкруткой. Это Отавио, вот куда его занесло, ребята. Мне кажется, этот парень заслуживает большего, но сейчас в карьере Джеймса Дэвиса он находится в Рай Валикан. И он забивает Барселоне, свой первый гол в 11 играх. Вот такое вот начало получается для нашей команды. Мы давили, мы создавали моменты, подходили к воротам. А Рай Валикана со второго выстрела поражает ворота Терштегена. А там рука, ребята. Это пенальти. Пытались найти хорошей подачи на дальней штанге Джеймса Дэвиса. В итоге мяч попадает в руку. Ну и спорить здесь, мне кажется, глупо. Это стопроцентная рука. Джеймс Дэвис подходит к 11-метровой отметке. И это шанс. Шанс, чтобы забить. Разбег, удар. Джеймс Дэвис не забивает. Угадывает угол голкипер. Джеймс Дэвис, передача на Фати. Фати. По штрафную Дэвис. А до него мяч не добрался. И здесь Дембеле проигрывает борьбу на втором этаже. Мы продолжаем сейчас идти в атаку. Джеймс Дэвис. Удар с подкруткой в дальний. Дотянулся голкипер. И еще один угловой. Давайте попробуем вот так вот ударить. Выстрел Дэвиса. Над перекладиной проносится мяч. Ну, Фати. Молодец хотя бы догнал мяч. Джеймс Дэвис. Удар. Каким-то чудом голкипер отражает этот выстрел. И снова Джеймс Дэвис. Еще один момент. И мяч проходит мимо. Ну, а вот еще одна атака. Рая Валикана. Снова буквально в пару игроков. Они идут вперед. Перевод налево. От Авио. Скидка в центр. И 2-0. Ребята, это просто какая-то фантастика. У соперника 2 атаки. В первом тайме. И 2 атаки заканчиваются взятием ворот. И снова, снова претензии нужно предъявлять к нашей обороне. Они дали разыграть такую фантастическую атаку. И к Терштегену нет вопросов. Его просто расстреливают в упор. Мадридский Реал тем временем выигрывает у Сивилии. 1-0. Мы уступаем. 2-0. Рая Валикана. И есть лишь 45 минут для того, чтобы ребята изменить ситуацию. У нас было достаточно моментов. Но нужно забивать. Джеймс Дэвиас. Передача на Фати. Фати заскакивал штрафную. Но нужно было чуть посильнее отдать пас. Ой-ой-ой. Здесь ошибка. Фати. Хорошая передача. Ансу Фати. Зачем же ты бьешь в упор в галкипера? Не получается у наших ребят даже в таких эпизодах забить. Ансу Фати пробей куда-то в угол. И все. Все было бы решено. Но нет, ребята. В итоге Рая Валикана в атаке. Удар. Терштеген наконец-таки вступил в игру. Давай, Дэвис. Давай. Тебя не догонят. Дэвис залетает в штрафную соперника. Удар Дэвиса будет. Удар есть. Все-таки Дэвис забил. Пусть и снова не с первого раза галкипер отражает. Но, ребята. Дэвис смог забить. Тяжелая игра. Тяжелая игра. И только вот так вот. Получается вогнать мяч в сетку. Пробивает Дэвис. Галкипер отражает буквально лицом. Ну, а здесь просто счастливый случай. Мяч отрикошетил к Джеймсу Дэвису. Он забивает на 58. 2-1. Ну, и нужно добавлять. Нужно сразу унестись, ребята, дальше в атаку. Ну, полчаса еще есть. 20-й гол Джеймса Дэвиса. Как и хотели. Мы разменяли второй десяток. Но, ребята, сейчас важнее победа команды, чем голы Дэвиса. Ну, а Рая Валикана снова идет вперед. Еще одна подача. И, ребята, гол. Я не знаю, что ты будешь делать. Сегодня все против нашей команды. Вот сейчас я вижу истинную фифу, когда ты с трудом забиваешь гол. А Рая Валикана. Посмотрите, ну, что это? Подача. И два наших защитника. Терштегин в итоге выскакивает. Торрес. И переправляет мяч головой в сетку. 3-1. Джеймс Дэвис. Надо отдавать центр. Хорошая передача. Заньола, ну же. 3-2. 3-2, ребята. Мы возвращаемся еще в игру. Здесь Джеймс Дэвис не пожадничал. Заньола был совершенно один. И он молодец. Вот он пробил в угол. Куда было нужно. Давайте. Есть еще немножко времени. Дзаньола на 74-й. Забивает второй. Просто рубка на футбольном поле. Дзаньола. Кати дальше на Дэвиса. Ну же. Сюда на фланг. Забивай. Мяч в воротах, ребята. Это 3-3. Это 3-3. И еще пара минут остается в этой игре. Две голевые передачи Джеймса Дэвиса. Ну и Дзаньола молодец. Ну и в принципе. Бергди тоже забил. Здорово. В уголок. Аккуратно. Ну а что? Получится надавить. Джеймс Дэвис. Удар. И, ребята, победа. 4-3. И Джеймс Дэвис. Это точно лучший игрок этого матча. Это точно лучший игрок этого матча. Это камбэк из Риэл, как говорится, ребята. Все было очень аккуратно разыграно. И Дэвис с правой прошивает ворота Рая Валикана. Ну вот он уровень. Вот он, ребята, профессионализм. Две голевые передачи и два забитых мяча в исполнении Джеймса Дэвиса. 4-3 на последних секундах. Вот это драма. Вот это, ребята, развязка. 21-й гол в 11 матчах. И ликуют трибуны. 3-1. Казалось бы, уже все закончено. Но наша команда смогла перевернуть ход событий в свою сторону. Мы побеждаем. Вырываем победу на классе. И отправляемся на подготовку к матчу с мадридским Реалом. Мы по-прежнему лидируем. Севилья немножко отстала, поскольку мадридский Реал смог у них выиграть. Это только лишь нам на руку. И сейчас, ребята, нам нужно стараться отрываться уже от Реала. Мы играем на выезде. Вот так вот выглядят стартовые составы. Как вы видите, состав Реала изменился тоже весьма интересно. Ну и поехали. Такие матчи, как игра против Реа Валикана, конечно, отнимают очень много сил. Когда ты действительно выше уровнем. Но по игре иногда складывается все так, что у соперника залетает буквально каждый удар по твоим воротам. А ты, делая все, что в твоих силах, не можешь никак забить. Но удача нам улыбнулась. Мы смогли перевернуть ход матча в свою сторону. И сейчас нам предстоит сыграть против, ребята, наверное, главного соперника в чемпионате Испании. Против мадридского Реала это Эль Классико на стадионе Реала. Это первая встреча между нашими командами в этом сезоне. Не удивлюсь, что это далеко не последняя встреча. Понятное дело, что еще будет ответный тур во второй половине сезона. Но обычно Реал с Барселоной часто встречается и в кубках. Да и в Лиге чемпионов есть вероятность того, что мы можем с ними увидеться. Джеймс Дэвис. Тибо Куртуа сегодня будет защищать ворота мадридского Реала. Ну и у них довольно интересный состав, ребята. Так что нужно сейчас быть полностью сконцентрированным. Постараться не допускать тех ошибок, которые мы допустили в матче с Раев Аликана. И чтобы не пришлось в самом конце уже, так скажем, изо всех сил пытаться что-то исправить. Составы мы, ребята, видели. Так что давайте начинать. Это Реал Барселона. Это 12-й или 13-й тур чемпионата Испании. Я уже даже не припомню, какой он будет. И это весьма интересное развитие, ребята, сюжета в чемпионате. Кьеза сейчас на фланге. Залетает в штрафную. И нам повезло. Но на подборе по-прежнему футболист Реала. Ждем мы забегания Дзаньола. Дзаньола. А пошла передача на Фати. Попробовать пробить в ближний. Достаточно много интересных каких-то игроков, которых некоторых я даже не знаю. И посмотрите наш старый знакомый из ребята Леона. Это что, пенальти или штрафной? По-моему, это пенальти, ребята. Да. Арбитр указывает на точку. Венисиус подходит к мячу. Вот так вот 11-метровый. Уже на 13-й минуте. Венисиус против Терштегена. Разбег. Удар. 1-0. 1-0. И мадридский Реал выходит вперед. Вот так вот казалось бы какой-то незаметный эпизод. Но главный арбитр увидел там руку. Терштеген сделал шаг в сторону мяча. Но, к сожалению, не смог отразить. Мы уступаем. Уже на 15-й минуте. Дзаньола. Джеймс Дэвис. Залетел в штрафную Дэвис. Один удар. Второй не получился. И снова. Тибу Куртуа забирает мяч в руки. Вот мне интересно, что это за футболист Сангаре. Я такого даже не знаю. Он по габаритам. Похож очень на поле Погба. Снова Реал идет в атаку. Кьеза. Передача. Удар. Проходит. И мяч оказывается над перекладиной. Середина первого тайма. Пока, мне кажется, попасть не, конечно, мадридский Реал. Чуть больше у них было моментов. Вот здесь снова ошибка. Передача, которую я не просил. Подача в штрафную. Ну и здесь Терштеген спокоен. Хорошая передача на Джеймса Дэвиса. Дэвис заскакивает в штрафную. Дэвис. И не дошла передача до Дзаньолы. Но Реал продолжает идти вперед. Снова неплохой розыгрыш. Терштеген выходит. Выбивает мяч. Классная передача на Дэвиса. Нужно бежать. Джеймс Дэвис. Залетает в штрафную. Удар. И снова Тибу Куртуа. А пока все удары довольно легкие для него. 6-3 по ударам в первом тайме. У мадридского Реала замена. Пауло Дибало появляется на острие атаки. И пока хозяева впереди со счетом 1-0 благодаря забитому пенальти, который реализовал Венисиус. Ну и смотрим, что получится, ребята, уже во втором тайме. У команд у нас были эпизоды, но, наверное, не столь опасны. Классная передача на Дембеле. Дэвис. Удар. Мяч в воротах. Джеймс Дэвис. Ребята, 56-ая минута. Красивая атака Барселоны. И Джеймс Дэвис шикарно как рукой закинул в дальний угол. Ну и Дембеле. Посмотрите, какая скидка. Дэвис подрабатывает 1. Момент второй слева и режет в дальнюю 9. Здесь уже Тибу Куртуа потащить не сумел. Счет становится равным. И это ничья 1-1. Пауло Дибало. Какая передача и 2-1. Вот и их момент, ребята. Вот и их красивый розыгрыш. И Пауло Дибало, выходя на замену, делает голевую передачу. Сангаре забивает. Я честно скажу, я не знаю, откуда этот футболист. Но, по-моему, у него даже геймфейс есть. И довольно интересный парень. Возможно, я буду даже его использовать в каких-то своих карьерах. Надо будет посмотреть, что вообще из себя он представляет. Джеймс Дэвис. Хороший момент. Удар Дэвиса. Рикошет и угловой. Еще одна подача в нашу штрафную. Домбеле принимает мяч на грудь. Скидка на Пауло Дибало. Терштеген в игре. Пара минут добавленных. Мадридский Реал придерживает мяч у себя. Но вот сейчас получится последняя контратака. Ну иди ты быстрее вперед. Что ты тянешь? Ну я не знаю, ребят. Я не знаю, как это назвать. Это поражение. Мадридский Реал выходит на первое место. Но борьба на этом не заканчивается. Надеюсь, серия вам понравилась. Матчи получились очень жаркие. Нужно, конечно, брать реванш Буллету Реала в следующий раз. Будем стараться. Надеюсь, что наша команда сыграет получше. Вы поддержите видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а, ребята, мы с вами увидимся уже в следующей серии. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok